Привет, я Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное становится естественным. В небесах нет никакого зла. Вы окружены любовью, радостью, миром и славой. Но моя гостья утверждает, что вы можете жить в этой небесной атмосфере уже сегодня. Вы заинтересовались? Надеюсь. Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Моя гостья, доктор Кэнди Смитман, полностью посвятила себя мессии. А вы бы тоже это сделали, если бы пережили реальную встречу с Богом, как она? У тебя была какая-то телесная немощь, да? Расскажи. У меня была болезнь Крона. Я сильно страдала от беспокойства, депрессии и духа страха. Болезнь Крона, она излечима? Это неизлечимая болезнь. Расскажи, что же произошло с тобой? Ну что ж, эта болезнь полностью поглотила мою жизнь. Я погрязла в беспокойстве, депрессии и страхе. Мы жили на Гавайях, и мой муж должен был уехать в долгосрочную командировку на полгода. Когда он уехал, я вдруг начала ощущать сильную скорбь и депрессию. Почему скорбь? Дело в том, что когда мне было 9 лет, умер мой отец, и я тогда не скорбела, не оплакала его смерть. И вот когда уехал мой муж, вдруг то, что накапливалось во мне годами, начало выходить наружу и проявляться. Тогда я этого не понимала. Я обратилась к врачам, они хотели выписать мне таблетки от беспокойства и депрессии, но я не пошла в этом направлении. Мне позвонил муж и сказал, чтобы я пришла на похороны погибшего парня из его отряда. Я сказала ему, я не пойду на похороны. Я не была на похоронах с 9 лет, когда умер мой отец. Но муж сказал, ты должна быть там и поддержать его семью. Вечером перед похоронами я помолилась с отчаянной молитвой, в которой было мало веры. Я сказала, Господь, если ты есть, помоги мне. Сама я не справлюсь. Я имела в виду не только предстоящие похороны, но я не могла выйти из этого вакуума, в котором оказалось. Вакуум тревоги, депрессии и болезни. Проснувшись утром, я ожидала очередной прилив боли. Когда ты в скорби и немощи, ты ожидаешь симптомов боли постоянно. Но боли не было. Я так обрадовалась. Я вся светилась. На похоронах моя подруга спросила, что с тобой? Ты выглядишь намного лучше. Я сказала, не знаю. Я помолилась, и Бог коснулся меня. Я исцелилась, и пришло понимание. Расскажи мне о портале, о шлюзе. Я процитирую это из твоей книги. Ты говоришь о нас. Вы сейчас небесные существа, одеты в земные одежды. Объясни, что же ты имеешь в виду? Да, Сид. Я думаю, людям важно понять, что в момент нашего рождения свыше мы сразу же входим в вечность. Нам не нужно ждать дня смерти, чтобы войти в вечность. Мы в вечности уже сейчас, каждый момент жизни. И мы должны научиться действовать, как вечные существа уже сейчас. Когда мы активируем это духовное знание и понимание, и активируем нашу веру, зная, что мы – вечные существа, мы будем видеть, как на земле проявляются чудеса небес. Все, что говорят об исцелении и чудесах, связано с верой. И это сверхъестественно, понимаете? Бог дал тебе дар прозорливцам. Ты можешь видеть духовный мир своими глазами. Когда ты объясняла, что ты видишь, мне понравилось слово, которое ты использовала, чтобы описать ангелов. Ты назвала их официантами. Многие из них сейчас без работы. Чего же они ждут? Ангелы, которые с нами не безработные, – это небесный патруль. Они ожидают слова от Бога. Точно так же, как мы с семьей сидим в ресторане, и подходит официант и спрашивает, чем он может нам послужить. Эти небесные официанты делают то же самое, только для целей царства. Они отвечают на слово от Бога. Это не что-то странное и деспотичное. У нас внутри есть Слово Божье. Или мы можем читать Слово Божье, и нам нужно просто начать его провозглашать. Тогда вступают в дело ангелы. Они начинают действовать вместе с нами, когда мы провозглашаем Слово Божье. Может, поэтому сейчас так популярно стало проповедовать об исповедании Слова Божьего, о том, что мы должны громко провозглашать обетование Божье в нашу жизнь. Именно так мы нанимаем этих официантов на работу. Нас много учили наши пасторы, что нужно исповедовать Слово, что наше исповедание меняет ситуацию, и я могу сказать, что это действительно так. Но нам не так много проповедуют о том, что ангелы повинуются глазу Господа, а глаз Господа — это Его Слово. Мы должны провозглашать Слово, чтобы преображалась наша душа и менялась среда вокруг нас. Но также и сами ангелы ожидают, когда они смогут присоединиться к нам через Слово Божье. Мы должны понять то, что действовало от первых дней мироздания. Иисус говорил Слово Божье, и ангелы Божьи отвечали Ему. К тому же Он купил нам наше спасение, поэтому мы на самом деле имеем гораздо больше, чем видим, потому что Иисус воссел одесную Отца, и Господь хочет, чтобы мы имели эту защиту. Кэндис посетила небеса, и это радикальным образом изменило ее жизнь. Когда она расскажет об этом и помолится о вас, я уверяю вас, это сильно изменит также и вашу жизнь. Скажите, а вы хотите услышать об этом? Тогда присоединяйтесь к нам после перерыва. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Услышав эту историю, я сказал доктору Кэндис, «Я хочу, чтобы ты объяснила, что переживание небес наяву совершило внутри тебя, как это тебя изменило. А ты сделаешь? Это прямо сейчас. Нам бы этого хотелось». Да. Бог дал мне радикальное видение о царской трапезе. Когда Он забрал меня в это место, знаете, я буквально... О какой царской трапезе ты говоришь? В 25 главе Исаии, в 6 стихе сказано, что мы будем сидеть за столом, где будут разные явства. Это будет Великий Пир в последние времена. Но эта трапеза существует и сейчас. Он сидит за этим столом. Да, там с Ним облако свидетелей и ангелы. Все они сидят за этим столом Пира. Так что Пир продолжается и сейчас. И когда все мы окажемся там вместе, Бог закатит еще больший пир. Но помимо этого, прямо сейчас за этим столом есть место лично для вас. Это место подписано вашим именем. У вас там есть своя личная золотая тарелка и золотое столовое серебро, золотой фужер. На столе стоят фрукты, а также хлеб. Хлеб — это откровение. Это хлеб жизни и небес. Он стоит прямо перед вами. В светильниках повсюду налито масло, а также на столе есть масло, и вы можете окунать в это масло ваш кусочек хлеба. Ангелы приносят к столу все, что вам нужно. Но самое прекрасное — это не сама пища и не золото, но то, что с нами за этим столом, сидит сам Бог, и Он общается с нами. Когда Он смеется, высвобождается слава, приводящая нас в восторг. В этот момент мы вообще не думаем о самих себе, но думаем только о Нем. Как люди мы постоянно думаем о том, что мы всего лишь люди, и мы согрешаем, потому что мы люди, и у нас есть слабости. И мы думаем об этих слабостях, о том, какие мы. Но там этих мыслей нет. Мы думаем только о Нем. Он подходит к людям, садится рядом и заводит беседу. Там царит любовь и совершенный мир. Это потрясающе. Этот образ запечатлелся в моем разуме. Ты увидела там какие-то сосуды. Да, в самой обители справа стоит стол пира, а если подняться наверх, там прекрасная царская комната, которая сама по себе по-царски роскошна. Она синяя, пурпурно-золотая. После этого идет еще одна лестница, с которой открывается новый вид. Там стоят небесные сосуды из второй главы Осии. В этих сосудах вино, масло, золото, зерно, серебро, вода, шерсть, лен. Все, что нужно нам для жизни на Земле. Все, что нас окружает на Земле, столы, стулья и прочее, все это пришло к нам с небес как идеи. И потом эти идеи были воплощены на Земле. Поэтому все, что находится в этих сосудах, согласно Слову, Осия 2 глава, сегодня доступно для нас. Бог забрал это у народа Израиля. Но когда народ Израиля раскаялся перед Богом, он все им вернул. И Слово говорит, и земля услышит хлеб, и вино, и елей. Осии услышат Израиль, услышат Бога, и посею ее для себя на Земле. Поэтому мы можем всегда в духе подняться по этой лестнице и взять золото, в котором мы нуждаемся. Взять хлеб, то есть откровение. Взять вино, что означает новые возможности. Взять елей, который символизирует собой помазание. Вы можете взять там все, в чем вы нуждаетесь. Я в основном человек, который не столько видит, сколько ощущает. И на большинстве моих гостей я ощущаю божественное помазание. Но сейчас я чувствую нечто больше, чем просто помазание. Ты знаешь, что это может быть? Сид, я думаю, что это слава Божьям, кого-то осязаемая слава. Когда я цитирую эти местописания, Бог делает их осязаемыми для людей, потому что Он желает, чтобы люди ухватились за эти местописания. Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, как говорит нам евреи 11.1. Но, когда мы сами там побывали, это становится частью нашего естества. Поэтому это часть моей ДНК, часть того, кем я являюсь сейчас. Я уже не могу быть прежней, потому что я побывала там с Ним, и я не хотела возвращаться. Там было так хорошо. Для чего все это было? Прежде всего, чудесно, что ты пережила встречу с Богом. Для тебя это просто прекрасно. Но как же я, и как же они? Да, когда я возвращаюсь на Землю, я понимаю, что мне нужно будет это передать другим. В моей книге можно подробно прочитать о том времени, когда я была на небесах. Бог сказал мне, «Ты не можешь остаться, ты должна вернуться». На что я ему ответила, «Я люблю мужа и детей, но я не хочу возвращаться». Однако он сказал, «Ты должна вернуться». Я хочу, чтобы ты рассказала людям о своих переживаниях здесь. На тот момент я еще не была за царским столом и не видела огненных ангелов. Уже потом я прошла дальше и увидела их. Самое главное — это иметь искреннее, чистое сердце перед Богом. Я сказала, «Господь, я не хочу ждать, пока окажусь в могиле, а мой дух воспарит к тебе. Я хочу быть с тобой уже сейчас». Он тогда не ответил мне на это, «Но сейчас все больше и больше я могу переживать его». И он открывается людям все больше по всему миру разными путями. Он хочет, чтобы его народ был готов к его возвращению. Если бы ты был Иисус, и ты скоро вернешься, разве ты не хотел бы, чтобы твой народ мог предвкушать то место, где они окажутся? Тогда они будут готовить себя, будут жаждать все больше. Они приведут в порядок свою жизнь, и их сердце будет чистым пред тобой. Они научатся правильно общаться с тобой и быть царственным священством. Он вернется как царь, и он хотел бы сидеть за столом с царственными людьми. Он не хотел бы сидеть за столом с людьми, которых он спас и воскресил, а они ведут себя так, словно ничего не произошло. Он хотел бы вернуться за теми, кто будет с ним на уровне близкого общения. Прямо сейчас мы общаемся с тобой, и он посреди нас. Если посмотреть на то, что происходит в духовном мире, он сидит сейчас рядом с нами, он реален, и мы можем иметь с ним реальное общение. Он хочет, чтобы мы рассказали всем, что они могут точно так же просто общаться с ним. Вы слышали? Это доступно и вам. Когда мы вернемся, Кэндис помолится о том, чтобы вы могли переживать небеса на земле все время. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Кэндис, что блокирует наше благословение? То, что крадет у нас радость и крадет наши переживания с небес, небеса должны быть доступны нам каждый день. Они доступны нам верой в Слове, которое мы носим в своем сердце. Все, что приходит, чтобы отвлечь, исказить, принести страх, беспокойство, депрессию, приходит, чтобы удержать вас от места рядом с Богом за его трапезой. Бог хочет, чтобы мы жили в мире и избытке с уверенностью, что мы навсегда посажены с ним, что может блокировать благословение. Вещи, о которых мы думаем, и это отвлекает нас от проведения времени с ним. Или враг сеет в нас семя того, что случилось в прошлом. Мы ковыряемся в этом прошлом, говорим об этом, тогда как за царской трапезой нас ничего не отвлекает. Представьте, что вы сидите за царским столом, и вдруг зазвонил ваш сотовый. Вы не станете отвечать на звонок, потому что вы так сосредоточены на том, что происходит за этим столом, на том, кто сидит с вами за этим столом. Вы дорожите каждой секундой, поэтому не захотите отлучиться даже на минутку в туалет. Именно так мы должны жить каждый день и не позволять ничему отвлечь нас. Мы должны брать власть над всем, что может нас отвлекать. Это все не стоит моего внимания. Я не стану на это отвлекаться. Мы будем снова провозглашать Слово и прославлять Господа, славить Его в любой ситуации, потому что Бог так благ, что Он решит любую проблему. Он ее уже решает. В силу человеческой падшей природы мы развиваем в себе привычки и образцы поведения людей, отвергнутых Богом. Но на самом деле мы уже не отвергнутые. Мы навсегда соединены с Ним. Мы приняты. И поэтому нам нужно изменить свое мышление в этом аспекте. Кэндис, я прошу тебя, глядя в камеру, помолиться сейчас о небесах на земле для тех, кто жаждет и алчит большего, как я и как ты. Аминь. Я хочу помолиться о вас. Я верю, что ангелы посещают вас сейчас прямо там, где вы находитесь. Даже если вашу жизнь поглотил страх, беспокойство, депрессия или какая-то болезнь, все что угодно, что отвлекает вас и отстраняет от того места, где вы посажены со Христом, мы связываем эти силы тьмы сейчас во имя Иисуса. У них нет власти, потому что вы посажены с Христом на небесах. Отец, я благодарю тебя за то, что в этот момент, когда мы все закрыли свои глаза, закройте глаза, я благодарю тебе, Отец, что мы входим в царский дворец полный золота. Когда мы вошли, нас проводят направо. Там дано свое место за столом, и ангелы проводят нас туда. Наше место подписано нашим именем. Переверните тарелку, и вы увидите на ней свое имя. Прикоснитесь к золотым столовым приборам. Взгляните на хлеб перед вами. Увидьте все изобилие, какое Бог имеет для вас. Посмотрите налево и направо. В зависимости от того, где вы сидите за столом пира. Если слева, то он слева от вас. Если вы сидите справа за столом пира, он справа от вас. Сидит в белых одеяниях. На голове его золотая корона с драгоценными камнями. Он наполнен славой. Он полон радости и смеется. Вы имеете свое место за этой трапезой. Не из-за того, что вы это заслужили. Но это он пригласил вас на пир. Это он заплатил цену за вас. Вы посажены за один стол с ним. Не вставайте со стола. Просто принимайте. Оставайтесь там какое-то время, чтобы он мог вам послужить. Господь, мы благодарим тебя. Господь, спасибо тебе. Иисус. Он исцеляет людей прямо сейчас. Он исцеляет людей с проблемами пищеварения. Спасибо, Иисус. Спасибо, Господь. Я вижу, как Бог исцеляет колени. У кого-то из вас была операция на коленях. Спасибо, Иисус. Он исцеляет хромые ноги. Ваши ноги выравниваются во имя Иисуса. Слава тебе, Господь. Если вы хотите иметь личное познание и переживание Бога, которое изменит вашу жизнь, тогда повторите за мной эту молитву. С верой, из глубины вашего сердца. Дорогой Бог. Скажите, я грешник. Дорогой Бог. Я раскаиваюсь во всех своих грехах. Я верю, что кровь Иисуса омыла мои грехи. Я чист. И теперь, когда я чист, я смело заявляю, что ты мой Господь и мой Спаситель. Прежде чем вы скажете «Аминь». Если у вас есть боль в шее или в спине, или боль в голове, вы исцелены во имя Иисуса Христа. Примите это. Смотрите в следующем выпуске. Привет, я Бренда Кунеман. Бог сказал мне, что это особое десятилетие, когда Бог приготавливает свой народ к благословению и празднованию. Пришло время для вас приготовить себя для новых уровней Его благословения. Не пропустите следующий выпуск. Это сверхъестественно. Сидом Ротом. Когда Гитлер пришел к власти, маленькая еврейская девочка была отправлена в концлагерь. Там она мучилась, трудилась как рабыня и почти ничего не ела. Больше сотни ее родных были жестоко убиты. Когда она обрела свободу, горечь переживаний вызвала столько болезней, что она перенесла 27 операций. Затем она обнаружила откровение, которое полностью изменило ее жизнь. Окончание этой реальной истории вы найдете на сайте, указанном на экране. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН онлайн-сеть программы «Это сверхъестественно» предлагает круглосуточный прямой эфир программ на вашем мобильном устройстве или смарт-телевизоре. Я могу смотреть мои любимые телепрограммы в любое удобное время. У меня необычные тренировки, а также и мой подкаст на АСН. Загрузите бесплатное приложение уже сегодня. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше. Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISM, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Теперь доступно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISM — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISM я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISM сегодня. Когда Гитлер пришел к власти, маленькая еврейская девочка была отправлена в концлагерь. Там она мучилась, трудилась как рабыня и почти ничего не ела. Больше сотни ее родных были жестоко убиты. Когда она обрела свободу, горечь переживаний вызвала столько болезней, что она перенесла 27 операций. Затем она обнаружила откровение, которое полностью изменило ее жизнь. Окончание этой реальной истории вы найдете на сайте, указанном на экране.